здравствуйте глубоко уважаемые любители ледных видов спорта как вы думаете где мы ну вот собственно софийский собор как я здесь оказался мы отправили таурус пепестрель в армению но он туда немножко не доехал по ряду причин как ездит прицеп вот так планера катаются сейчас этот замечательный пепестрель таурус поедет в армению и он сейчас находится в кракове но в краков я не могу доехать потому что моя машина чуть-чуть поломалась и мой друг григорий из армении спокойненько проехал на вот этом чудесном автомобиле 3000 километров примчался сейчас в софию я сюда прилетел на самолете дальше мы едем через разные страны краков я там цепляю на это причем они не надоедут них виды нет евросоюзовской поэтому дальше на этой машине я поеду один зацеплю планер придачу сюда и дальше мы через турцию поедем в грузию через грузию пойдем в армении вообще будет куча приключений если вам интересно смотрите ролик погнали я даже не знаю что здесь интереснее вот этот чудовищная машина вот прямо туда заходишь ну я меньше этой машины или вот это произведение человеческого скажем так культовое сооружение скажем так разум тут не знаю слова очень слабо подходит к религии но по крайней мере можно назвать это красивым культовым среди сооружением я так одним глазком часто на такое смотрю как вот были в пизе почему-то мне везет как только поесть куда-нибудь за планером нарвешься на какой-нибудь то ли пизанскую башню то ли какой не собор я не оскорбляю чувство верующих потому что каждый так сказать как он хочет но отношусь ко всему этому если человека есть голова то для того же общаться с богом ему совершенно не нужны вот такие храмы у него и сердце для этого мое искреннее мнение и вот это все это можно было отправить на более благие цели например строить планира летать на них да здравствуй сразу погнали в путешествие друзья не удержался хочу вам снять панорамку белграда конечно видео не передает и десятые толики красоты которые мы наблюдаем но в целом хоть что-то может вам показать обязательно побывайте в этом городе я честно скажу сейчас по прогулкам вот вот такой вот красивой луной получил неузгладимое удовольствие опять же мы встретили фиста и который нам все это показывают сайте идти по белграду и так чпок эти останавливают вид игорь игорь мечта летать надо самое и вот пожалуйста это просто праздник какой-то мы мы его продолжаем здравствуйте глупых уважаем любителей ледных видов спорта очередной день в славном городе субботица еще не суббота пятница но все завтра будет суббота и рассказываю вам о наших планах и том что мы удалось сделать во первых удалось перетащить прицеп с планером из города краков границу причем на границу в интересно в город сидишь где был чемпионат мира по планеризму год назад и я летал там на плане то есть вот я здесь летал на плане меня вот в этот город субботицу сдувала на сербскую границу и мы с капитаном оптимизмом матузой бились насмерть чтоб нас туда не сдуло хорошая музыка акцентрировать потоки это чемпионате мира конечно конечно поток пойдет под музыку смотри протягиваю чуть-чуть опа понеслась нелегкая шеф эгэ гэ 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 совсем подрубал вот наш секретное оружие и и и и и и и и и Весь мир маленький, планета компактная. Но чтобы перетащить планер через границу, пришлось решить огромный квест. Начиная с того, что надо было сделать страховку. Страховку никто не делает, потому что она не лезет в компьютерную программу. К компьютерной программе нужно только во Франции. Во Франции нужен я. Не лететь же Софии назад во Францию и делать страховку на прицепку. В итоге, скажу честно, ее очень хорошо и качественно нарисовали. Хорошие люди, добрые. И она очень везде хорошо проходила, билась и прочее. Во-вторых, друг Григория Роберт из Польши притащил планер, дотащил его до границы. Но был еще кусок квеста, как на машине с армянскими номерами, огромной вот наша машина, переехать границу и завести планер, не вызывая сомнений никаких. Ну и с границами вот этими всеми там помог мой друг, планилист, сержент, который живет в Субботице. Вот представьте чудо. Мы встретились с ним на улице Белграда, столкнулись, вот шли. Он говорит, Игорь, я говорю, Игорь, как вообще такое бывает? Он говорит, я смотрю, планилист. А я, говорит, смотрю, у тебя сзади планер. Говорю, о! Так и встретились два одиночества. И он нам помог, на своей машине он пересек границу. Мы съездили в Венгрию, зацепили планер. Хе-хе-хе-хе-хей! Ура! Ура! Приехал мой прицепчик, приехал наш планерочек. Мой спаситель, кто нас перевез через венгерскую границу. Наш второй спаситель, кто доставил планер в Польше. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Счастливая встреча на границе, выключаюсь. Ну, 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 ну. Вот он, вот он. Вот он, ну иди обнимай свой планер. Ну, спасибо, спасибо. Протащили через все границы. Таможня нас, таможня нас. Что я могу сказать по поводу границ? Ну, сербская граница, она такая вот. Видно, видно было, как таможняк. Ну, он держит бумагу, понимает, что эта вещь стоит 100 тысяч евро. И вот это, как... И чё, ничего? Нет, ничего. Всё нормально, едем летать. Глянь, остался хоть? Не спёрли по дороге? Не. Не улетел? Вот он, твой красавец. Надо только аккуратно будет стекло помыть. Прибытие автопоезда. На аэродром. И маленькой машинке. Это малыш. Или малютка. Я не знаю, как его правильно назвать. Всё. Всё. Мы доехали. Аэродром. Город до субботица. Я надеюсь, что мы сможем полетать. Это, кстати, старейший аэродром Европы. 113 лет назад летал первый пилот здесь на самолётах. И придумал, кстати, аэлероны. И стыклись мы на аэродром субботица. Эй! Что скажешь? Нравится тебе аэродром? Шикарно. Шикарно? Не ожидал. Не ожидал? Вот видишь. Всё. Не украдут твою красавицу. Не украдут. Всё будет хорошо. Пушественник. Да, это же одна встреча, можно сказать. Встреча на Эльбе. Ну, не на Эльбе. Сколько я границ проехал, сколько он проехал. Да. И сколько ещё всего предстоит? Если бы не наш друг Сержев, мы бы не встретились, по-моему. Если ты приедешь к нему в Армению, ты имеешь шансы не уехать. В самолёт не поместишься. Планер на аэродроме. Всё получилось. И я могу только сказать, что это большое, огромное везение. Потому что вот в одной точке сошлись куча людей. И помощь, не знаю, можно сказать, со всего мира. Огромное за это спасибо. А сейчас мы... Я покажу вам, как ещё мир улыбается, как мы живём. Мы искали хотинку ближе к центру, капельку ближе. Так вот, смотрите. Вот центр. Кадр сюда. А вот наша хотинка. Вот тут, тут, тут мы живём. Вот наши окна выходят. Вот как раз на этот красивейший... Я даже не знаю, что это. Мы ещё погулять не успели. Поэтому, ну, везёт. Не знаю, повторю, случайно. То есть, ну, где-нибудь какая-нибудь студия в центре. Пек. Не сезон, поэтому студий много. Чпок. И вот эта студия за не очень дорогие деньги. Я вам категорически вот Субботицу рекомендую. Ну, конечно, Белоград очень красивый. Но этот город просто волшебный. Я не знаю, успеем мы его немножко вам поснимать. Разговаривать с тобой? Да, что-то говорит. Я не понимаю. Могу не думать. Что можно увидеть в Субботице? Вот такое здание. Вот такая красивая крыша, мозаика. Надо будет посмотреть в Википедии, что это за здание такое. А вот внутренний дворик того красивого здания с крышей из синего чего-то там. Дворик красивый тоже. Находится на реставрации. Сейчас в этом кафе мы позавтракаем. Вообще, в принципе, вся площадь прекрасная. Посмотрите, какая панорамка уютненькая. Только что в Субботице нам нравится всё больше и больше. Ну, и обычная остановка с обычными людьми, которые спешат подкинуть к своим делам. А куда спешим мы? На аэродром летать. Сейчас я занят очень сильно созиданием погоды. Посмотрите, видите, на небе тучи. И мы их разгоняем, потому что мы хотим сейчас на аэродромах полетать хоть на чём-нибудь. Ты знаешь, что это? Ты такая? Да, знаю. Очень странно выглядят. Друзья, вот для чего нужны стринги. Ребут пифа-пайт. Гриша сказал, что сможет надеться. Огонь. Друзья, мы в Субботице. Прямо над городом. Вот, везут домишки, люди машут. Всё прекрасно. Да? Да, шикарно. У нас впереди путешествие. 26 числа мы пересекаем границу с Болгарией, дальше Турция, дальше Грузия, дальше Армения. Игорь, гей. Игорь, гей. Продолжение следует...